Штурм Здравствуйте! Здравствуйте, мои хорошие, дорогие друзья! Очень рад, что вы не оставляете меня одного, одного наедине со своими мыслями, а присылаете свои письма. Это замечательно! И вот в одном из писем попросили меня разъяснить ситуацию по нашим богам. Не сказать, что я специалист огромный в этом плане. Я просто выскажу свои мысли, мысли моего друга и тех, кто у нас уже по этому поводу неоднократно высказывался. Давайте начнем с простого. Вот если вам предложат поменять, например, ваших родителей, вы согласитесь? Ну, а предложат более умных, молодых, богатых, каких-то интересных, забавных. Вы согласитесь или пошлете этого человека подальше? Вот именно. Никто никогда не согласится поменять своих родителей на кого-то другого. Родители нам нужны такие, какие они есть. Они нас родили. Но тогда вопрос следующий. А почему тогда такая речь идет о наших богах? Ведь наши боги – это суть наших родителей. Те, которые нас родили. Родили нашего папу, нашу маму, бабушек, дедушек наших. Почему стоит вопрос о том, что нужно их поменять? Непонятно. Ведь это получается равносильно какой-то купли-продажи. Попользовался, не понравилось, взял другие. Там попользовался, не понравилось, взял еще другие. Не надо так делать. Наши боги – это наши предки. А продав предков ради какой-то непонятной выгоды, ситуации, какой-то там непонятно чего, мы продаем самих себя. Мы продаем свой род, свое прошлое и свое будущее. А ведь без прошлого нет будущего. А без будущего нет настоящего. Ведь хороший человек один раз сказал. «Будущее имеет тот, кто его создал, не купил, не приобрел, а создал сам». Вот поэтому, как бы, хочется иной раз сказать старую поговорку о том, что нужно думать сперва головой, а потом уже делать выводы. Ведь вообще, что у нас из себя представляет наша вера? Вот просто в двух словах. Это вера в наших предков, вера в самого себя, вера в наших родителей, в наших потомков. Потому она и называется родная вера. Это естественная и природная духовность. Она присуща человеку изначально. Она опирается на саму суть вещей, на существующую действительность. Действительность, а не какие-то там вымыслы, домыслы, суждения о человеке, мире, Боге. Это прежде всего непосредственное миропонимание, мироощущение, что ли сказать. Пособ какой-то бытия в этом мире. Мы так и говорим, жить в ладу с природой. А потом уже это всё для тех, кто не особо вник. Это свод умозаключений, построений каких-то, созданные на основе этого миропонимания. Понимаете, родноверие, оно не обязано своим каким-то существованием какой-то личности. Какого-то одного родоначальника. Не буду утверждать ничего. Этот какой-то там пророк, мудрец, назначенная какая-то личность. Она не имеет ничего общего каким-то там писаниной, какой-то там догматикой. Какого-то символа веры. То есть обязательного к исполнению со всеми. Этого нету. Родноверие – это то же самое, что рода Божия. То есть оно есть, а из самого уже рода Божия. Оно единит в себе и единое Божие, и много Божие. Вот почитаем мы все Бога Рода. Он единый по своей сути. И одновременно многоликий в своих проявлениях. Это природа Божия. То есть мы почитаем изначальное духовное единство. Матери природы, отца рода. Родноверие, оно, можно сказать, учит тому, что каждый человек есть сын отца и сын матери. То есть отца рода и матери природы. Мать находится при отце. То есть она является природой. Поэтому утром мы просыпаемся и здравием, приветствуем. Здравствуй, небо, батюшка. Здравствуй, земля, матушка. А все живые существа наши родные братья в единой Божественной семье. Однова наша, это к любви в природе, тому, что окружает нас, к роду, сородичам, ко всем своим детям. Она не может являться какой-то там настройкой в обществе. Или представлять какую-то неотъемлемую часть повседневной жизни. Это прежде всего практика, а затем вера. Ибо для последователей того, кто есть на самом деле, и что ты делаешь, важнее того, кем ты видишь себя в этих мечтах и во что ты веришь. Одноверие, это, я уже сказал, это многоликость. Оно включает в себя много верований и обрядов. Но оно не исчерпывается одним из них. Ведь старая поговорка говорит, что в каждой деревне свой пастух. В каждой деревне свои привычки, обряды. Оно не может как-то претендовать на какую-то истину там. Вообще, родноверие является не верой в Бога или богов. Оно, во-первых, это знание, ведание, божественное и природное. А во-второе уже, это вера в богов и предков наших. Личный опыт и верность заветам предков. Родноверие не может быть какой-то иерархией иметь. Оно не может обязываться их, даже не знаю, в этом случае, вообще неприменимо слово учеников, последователей, адептов каких-то. Этого нету. Оно лежит внутри каждого из нас. Каждый волен сам выбирать, участвовать ему в каких-то обрядах или нет. Посещать капище или нет. А если посетил, то что там делать? Постоять в сторонке посмотреть или принять участие в обряде, богослужении каком-то, молитве, собрании. Нет, это не нужно вот каждый день, вот что вот ты там проснулся в 7 часов, тут в уголочек на картиночку бум-бум, головушка, пол. Нет, этого нету, этого. Никто тебе не запретит. Вот мама тебя не будет ругать за то, что ты в 4 часа не помыл руки, например. Для нее важно, чтобы ты и вообще их помыл. Есть то же самое. Неважно, как вы возносите эти хвалы, неважно текст, который вы будете произносить в молитвах. Важно то, чтобы вы это произнесли, чтобы вы обратились к своим богам, к своим предкам. Мамам, папам, бабушкам, дедушкам, пращурам своим. Вот это основное. А потом уже будут капища, где народ собирается. Именно капище – это место сбора для народа, для того, чтобы произвести какие-то обрядовые действия, совместно, а не каждый отдельно в своем уголке. То есть это выбирается именно то место, которое мы впоследствии уже называем священной рощей, где высаживаются священные деревья. Родноверие – это вообще даже сложно назвать его учением. Это живое, ну вот фразу такая вертится на языке, живое учение о жизни, которое постоянно развивается вместе с нами. Мы развиваемся, мы растем. И растет оно, и оно основывается на миропонимании того момента, которое есть сейчас. Да, раньше было иначе. Да, раньше по-другому подходили к вопросам каких-то житейских событий. Но время идет, ситуация меняется. И меняется миропонимание. Может быть, может быть, что-то здесь кому-то будет непонятно. Но Родноверие – это и есть любовь к родной земле, следование, например, родовому искону, раскрытию родовой памяти. Слышали такое? Мудрость предков. Мудрость – это не просто так. Это тот опыт, накопленный в веках и передающийся нам от наших предков. Любовь не может быть какая-то. Она либо есть, либо нет. Она не может и вообще не должна отмеряться какой-то ненавистью к чужеродному. И так и написано, что изучайте мудрость иных родов, но следуй мудрости своего рода. Хорошая фраза у нас есть. Свято чти родных богов и предков, живи по совести и в ладу с природой, если ищешь высшего знания. Познавай себя. А теперь вот я хочу именно вас спросить. А что именно для вас вот это вот родноверие, которое опять же произошло от слов «родная вера». Что для вас это означает? Насколько вы способны понимать это? Насколько вы готовы к тому, чтобы говорить об этом? Вот у меня друг тоже мне отведели, мы разговаривали, он сказал такие хорошие фразы. Он говорит, идти своим путем. Спокойно говорит, среди гамма, суеты. Но помните о мире, который может быть в тишине. Не изменяйте себе, живите, как только возможно, в каких хороших отношениях вы не были с человеком. Говорите мягко и ясно свою правду и слушайте других. Даже людей, не изощренных умом и необразованных, у них ведь тоже есть своя правда. Но избегайте людей шумных и агрессивных. Они портят настроение. Не сравния тебя ни с кем, вы рискуете почувствовать себя никченным или стать тщеславным. Всегда есть кто-то, кто более великий, более мал, чем вы. Но радуйтесь своим планом, так же, как вы радуетесь тому, что уже сделали. Интересуйтесь всегда своим ремеслом, каким бы скромным они ни было. Это драгосценность по сравнению с другими вещами, которыми вы владеете. Будьте осмотрительны в своих делах. Мир полон обмана. Современный мир такой. Но не будьте слепы к добродетели. Другие люди стремятся к великим идеалам, какие повсюду жизнь полна героизма. Будьте самим собой. Не играйте в дружбу. Не будьте синичны в любви. В сравнении с пустотой и разочарованием она так же вечно, как трава. С добрым сердцем принимайте то, что советуют вам годы. И с благодарностью прощайтесь с молодостью. Крепите свой дух на случай внезапного несчастья. Не мучайте себя химерами. Многие страхи рождаются от усталости и одиночества. Подчиняйтесь здоровой дисциплине, но будьте мягкими с собой. Вы – дитя мироздания. Не меньше, чем деревья и звезды. Вы имеете право здесь быть. И пусть это для вас очевидно или нет, но мир идет так, как он и должен идти. Будьте в мире с Богом, как бы вы его не понимали, чем бы вы не занимались и о чем бы вы не мечтали. В шумной суете жизни храните мир в своей душе. Со всеми коварствами, однообразными трудами, разбитыми мечтами мир все-таки прекрасен. Будьте к нему внимательны. Постарайтесь быть счастливыми. Это вот такие слова я записал со слов моего друга Ведогора. Хорошие вещи сказаны. Очень хорошие. Оно и раз кажется, что по-другому не выскажешься. Но душа требует продолжения. Поэтому сегодня я не буду, наверное, больше ни о чем говорить. Единственное я хочу вам сказать. Будьте добры. Просто будьте добры. Не делайте скоропалительных выводов. Это удел торопыжек, которые, не познав ничего, стремятся высказать свое мнение. Возможно, у людей есть какая-то причина для этого, какая-то внутренняя необустроенность. Но это неправильно. Каждый человек имеет свой мир. Все мы до единого имеем свой мир. У каждого он особенный. Но живем в общем пространстве. Поэтому мы едины каждый сам по себе, но много личностно в сообществе. А на семье я прощаюсь. Вот такие сегодня были у меня мысли, заготовочки, чтобы высказать вам. Поэтому прошу вас, пишите. Я уже рад вам сообщить, что у нас заработал сайт новый. Заходите туда, смотрите, интересуйтесь, регистрируйтесь, общайтесь. А мы с вами ненадолго опять прощаемся. До встречи, мои дорогие. Услышимся. А возможно, скоро и увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова